Друзья, сегодня мы будем с вами готовить горячие бутерброды с ветчиной и сыром. Это кулинария для мужчин. И я Алексей Пестов, ее ведущий. Здравствуйте! Для приготовления этого простейшего блюда нам потребуется свежий нарезной батон, немножко кетчупа, несколько ложек майонеза, ветчина, сыр, ну и одна помидорка. Поскольку это блюдо практически мгновенно готовится, то, чтобы время зря не терять, включим духовку и нагреем ее до 230 градусов. Далее нам необходимо сделать розовый соус. Розовый соус делается из смеси майонеза и кетчупа. Выкладываем в одну миску майонез. Майонез рекомендую брать вкусный, который вам нравится, поскольку от него будет зависеть вкус самим бутербродом. Далее добавляем кетчуп. Пару ложек буквально достаточно будет. Хорошенько перемешаем до такого однородного состояния. Все, наш стол готов. Теперь подготовим ветчину. Ветчину нужно нарезать небольшими ломтиками. Штучки четыре будет достаточно. Освободим ветчину от оболочки. Так, ну еще нарежем два кружочка. Я думаю, как раз это будет по одному кружочку на бутерброд. Вот так где-то бутербродов шесть мы будем делать. По крайней мере, планируем. Летчину разрезаем пополам. Далее нарезаем батон. Ну, то есть, поскольку у нас по два кусочка ветчины, значит нам нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кусочков батона нарезать. Батон нарезаем где-то около сантиметра. Берем на время сторону, потом и ветчину. Натрем на крупной терке сыр. Сыра не надо столько, его надо половина, я думаю, будет более чем достаточно. Все, такого количества на шесть бутербродов будет более чем достаточно, по моему мнению. Подготовку завершает нарезка помидора. Помидор нам нужно нарезать колечками. Срезаем вот эту часть, где корнеплод, корненожка или как она называется. И очень тонкими ломтиками нарезаем помидор. Помидор режем из расчета два кружочка примерно на один бутерброд. Итак, друзья, все для приготовления наших горячих бутербродов готово. Это нарезанные помидоры, хлеб, ветчина, наш розовый соус и сыр натертый. Все, теперь можно приступать к сформированию горячих бутербродов. Делается это очень просто. Для приготовления бутербродов намажем каждый кусок хлеба розовым соусом. Выложим на него две дольки ветчины. Сверху на ветчину уложим две дольки помидора. И вот в таком виде поместим наш бутерброд на противень. Противень я застелил бумагой. Готовим следующий бутерброд. Как только мы все наши бутерброды выложили на противень, их нужно посыпать сыром. Друзья, за каких-то 2-3 минуты мы подготовили наши с вами бутерброды. Поэтому, как я и обещал, это очень быстрый рецепт. Самое продолжительное время на какой-либо этап его приготовления это разогревание духовки, что называется. Все. Наши бутерброды, точнее, ну да, уже бутерброды, но еще не горячие, уже готовы. Теперь отправим их в духовку. в духовке они будут находиться до тех пор, пока сыр не запечется. Друзья, прошло 8 минут. Наши горячие бутерброды, я думаю, что полностью готовы. Сыр немного подрумянился, этого более чем достаточно. Все вынимаем. Теперь нам осталось дать нашим горячим бутербродам с ветчиной и сыром немножко остыть. Ну, где-то буквально минутку, чтобы сыр чуть-чуть загустел. После этого переложим их на блюдо и можем подавать к столу. Так, перекладываем. Да, друзья, вот, видите, с другой стороны немножко тоже подрумянил здесь бутерброды. Должно быть очень вкусно. Друзья, всего за каких-то 10-12 минут наши горячие бутерброды с реченой и сыром полностью готовы. Их можно сразу подавать к столу, а то они будут уже не сильно горячие. Если рецепт понравился, нажмем лайк. Подписываемся на наш канал. Ну и всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok